Вы должны уметь зарабатывать эти деньги. Полетели, как фанера. Самые сильные вещи – это простые вещи. Извините, он и не обязан. Каждая личность нуждается в своей территории. Взрослый подход – видеть человека целиком. Пять элементов здоровых отношений. Почему так мало? Я бы вам назвала 50. Ну ладно, раз запрос на 5, значит будем разбирать 5. Здравствуйте, меня зовут Марина Велес, я психолог, коуч, мастер НЛП. Подписывайтесь на мой канал, мы разбираем важные темы. Деньги, отношения, самооценность, самооценка, любовь к себе и многое другое. Если нужно выделить всего 5, сегодня я назову такие. Самый первый и важный, на мой взгляд, это уметь видеть человека цельным, целостным. Не разделять его на то, что мне нравится и то, что мне не нравится. И с утра я очаровываюсь и вижу только хорошее, и дальше очаровываюсь. А вечером я вижу что-то другое, что мне не нравится, и разочаровываюсь. Вот эти резкие перепады, инфантильные, они рушат отношения. Взрослый подход – видеть человека целиком. Я каждую секунду, каждое мгновение отношений знаю, помню о том, что у него есть какие-то свои особенности, которые, может быть, не очень мне нравятся, но я их принимаю. Я их приняла уже однажды, и я к этому не возвращаюсь. Потому что важные для меня ценности в этих отношениях осуществляются. Нет такого, что не вижу ничего плохого, обо всем забыла, очаровалась. Он идеальный. А вечером – ах ты такой! И заново. Если вы замечаете в себе такое, что вам нравится дробить человека на кусочки, и вы видите только белое, и влюблены по уши, а на следующей неделе вы видите только черное, и вы готовы все разрушить, знайте, что это детский, такой вот инфантильный, капризный подход. Мы должны видеть человека целиком. И знать, что в каждую минуту в нем продолжают быть те черты, которые мне не совсем нравятся. Продолжают существовать те поступки, от которых я не в восторге. И вместе с этим есть то, что мне очень нравится, и то, что я очень люблю. Второй – это большую часть своих потребностей, а лучше даже все, уметь, не обязательно делать, но уметь удовлетворять самой. Здесь опять, что мы видим с вами? Мы видим взрослого человека. Если вам нужны деньги, вы можете жить за его счет. Да, конечно, особенно если он не против. Но если вдруг что? Вы должны уметь зарабатывать эти деньги. Если мы не умеем, не знаем, никогда не работали, образования нет, опыта тоже, и не предвидится, и вдруг что-то случилось, получилось, мы что делаем? Остаемся без опоры. Это как та табуретка, у которой раз, ножку отсекли. И чем меньше таких ножек, табуретка на одной ноге, она никогда не устоит. Последнюю ножку сняли, и все, в общем-то. Полетели в тартарары, полетели как фанера над оврагом или над Парижем. Чем больше ножек, чем больше опор, чем больше самостоятельности, навыков, умений, ответственности, тем устойчивее табуретка. Да, как сороконожка. Сорок ног. Пили, не пили, отнимай, не отнимай ноги, она все равно устоит. Так вот, то же самое с нами. Мы должны уметь обеспечивать себя. Мы должны уметь поддерживать себя. Мы должны уметь верить в себя. Все вот эти претензии, я решила открыть бизнес, но мой муж в меня не верит, извините, он и не обязан. У него может не быть ресурса. Он может быть и в себя не верит, что вы от него хотите. Или начинает волноваться, ах, моя жена становится самостоятельной. И я начинаю тревожиться и начинаю рассказывать ей, почему у нее это не получится. Так вот, поддержал хорошо, а не поддержал, я сама себя поддерживаю. Третий это благодарность. Всем известная, но очень часто обесцененная. Почему? Потому что кажется, что, блин, ну какой же это секрет? Все об этом знают. Надо быть благодарным, надо благодарить. Дневник благодарности и так далее. Так вот, друзья, самые сильные вещи – это простые вещи. Поэтому нужно быть благодарными даже за мелочи каждый день. Я вам напомню, что отношения долгие, устойчивые, отношения, где есть дружба, доверие, любовь, не просто дожили до 100 лет вместе, потому что была ипотека, 10 детей, и, в общем-то, даже если хочешь разъехаться, хрен разъедешься. Нет, не по этой причине, а потому что действительно есть любовь, дружба, привязанность, нежность, забота и все такое хорошее. Так вот, эти отношения, они строятся на 80% хорошего. И тогда они выдерживают 20% плохое. Это вот это идеальное золотое сечение. 20% кто-то заболел, поспорили, поссорились, поругались, разные взгляды не сошлись в этом моменте и так далее. Какие-то финансовые трудности сюда же. 80% хорошего – это не про праздник каждый день, это как раз про благодарность. Я благодарю тебя каждый день за то, что ты продолжаешь выбирать меня. Я благодарю тебя каждый день за то, что ты обо мне заботишься. Я благодарю тебе каждый день за то, что ты сказал, сделал что-то хорошее и так далее. 80% – они складываются из простых вещей. И одна из них – это благодарность, регулярная благодарность. Четвертый – это поддерживать в себе уровень восхищения. Помнить, что вы сошлись как мужчина и женщина. Поэтому продолжайте напоминать себе и ему, что вас в нем когда-то вдохновило, восхитило, удивило. Почему вы влюбились, как это произошло. Продолжайте напоминать себе, чтобы не скатиться в бытовуху и не забыть, что этот мужчина на самом деле ценен для вас. И продолжайте напоминать ему, чтобы то, за что вы его полюбили, продолжало быть активным. Нажимайте на нужные клавиши. Полюбила тебя активного, спортивного, юморного, легкого, или наоборот заботливого, серьезного и так далее. Когда вы называете, 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 вы в мозге человека активируете нужное. То есть он продолжит быть тем, кем, каким вы его полюбили. И последнее, что я хотела бы рассмотреть здесь, хотя могу назвать еще очень много, но не скажу. Это иметь свою интересную территорию и уважать его территорию. Долгая, взрослая, такая хорошая, плотная любовь возможно только у двух личностей. Личность, личность. Каждая личность нуждается в своей территории. Если территории нет, если границ нет, если нет своего времени, своих занятий, своих друзей, своих хобби, нет своего уголка, нет своих предпочтений, нет личности. А если нет личности, то становится скучно, понимаете? Поэтому простраивайте, заводите свою интересную территорию, ваши интересы, ваши подруги, ваши какие-то программы, ваши чтения, ваши кружки по интересам. Что-то, что делает вашу жизнь насыщенной. И уважайте его территорию, его угол, наличие его друзей, его хобби. Делитесь в комментариях, какой компонент у вас провисает. Или наоборот, вы отличники и у вас есть все компоненты. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.